Анонимные методы С делегатами тесно связаны анонимные методы. Анонимные методы используются для создания экземпляров делегатов. Определение анонимных методов начинается с ключевого слова «dirigate», после которого идет в скобках список параметров и тело метода в фигурных скобках. Например, есть класс «Программ». Объявляем «делегат». Анонимный метод не может существовать сам по себе. Он используется для инициализации экземпляра делегата. В данном случае переменная «Handler» представляет анонимный метод. И через эту переменную делегат может вызывать данный анонимный метод. И важно отметить, что в отличие от блока методов или условных и циклических конструкций, блок анонимных методов должен заканчиваться точкой с запятой после закрывающей фигурной скобки. Другой пример анонимных методов – передача в качестве аргумента для параметра, который представляет делегат. Если анонимный метод использует параметры, то они должны соответствовать параметрам делегата. Если для анонимного метода не требуется параметров, то скобки с параметрами опускаются. При этом даже если делегат принимает несколько параметров, то в анонимном методе можно вовсе опустить параметры. То есть если анонимный метод содержит параметры, то они обязательно должны соответствовать параметрам делегата. Либо анонимный метод вообще может не содержать никаких параметров. Тогда он соответствует любому делегату, который имеет тот же тип возвращаемого значения. При этом параметры анонимного метода не могут быть опущены, если один или несколько параметров определены с модификатором out. Так же как и обычные методы, анонимные могут возвращать результат. При этом анонимный метод имеет доступ ко всем переменным, определенным во внешнем коде. В каких ситуациях используются анонимные методы? Когда нам надо определить однократное действие, которое не имеет много инструкции и нигде больше не используется. Иногда такие методы нужны для обработки одного события и больше ценностей не представляют и нигде не применяются. Например, применим анонимный метод для обработки событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В данном случае, допустим, мы не собираемся использовать код анонимного метода в каких-то других ситуациях, кроме обработки события. Поэтому нет смысла оформлять его в полноценный метод. На этом все.